Хорошо. Значит, в отношении различных поз, которые совершают игры сексуальные, я только скажу пару слов, что это не является грехом, если это не является результатом похоти, каких-то вот плохих мыслей, да? Если это не унижает обоих партнеров, то на здоровье и не вредит их здоровью, да? Я только скажу, что анальные так называемые сексуальные контакты, то есть половой член в прямую кишку, являются противопоказанными с точки зрения и медицины, так как это что есть? Это есть вороток инфекции, да? И с точки зрения психологии, потому что это напоминает различные извращения, то есть гомосексуализм, скотоложество и так далее. Это является недопустимым. В остальных отношениях и могут быть различные позы в зависимости от медицинских показаний, противопоказаний. Вот поэтому вы можете с сексопатологом советоваться, допустим, о различных проблемах. И это нормально. Это нормально. Хорошо. И в отношении, мы говорили, ритуальной чистоты, мы говорили, что есть семь дней, да? Семь дней, которые женщина не может совершать сексуальные отношения с мужчиной. И евреи ортодоксальные делают после такой седьмой день проверки чистоты. И еще семь чистых дней. Но это, мы говорили, это заповедь или это не заповедь? Это ограда. Но половой акт во время менструации является противопоказанием с медицинской точки зрения. И запрещен ортодоксальным иудаизмом. И вот среди гинекологов принято считать, что раковые заболевания шейки матки, распространенные у многих народов, являются редким явлением у евреек. Каких евреек? Которые соблюдают эти законы чистоты и нечистоты. Кроме того, когда муж и жена контролируют свою сексуальную близость, это хорошо с точки зрения психологии? Это хорошо. Потому что они научаются ценить те моменты, те времена, когда они могут любить друг друга. А если человек начинает тешить свою похоть в любое время, когда ему захочется, то потом, как вы знаете, ему захочется чего-то другого, да? И чего-то особенного. И это уже является неправильным. Евреи обычно как имеют две кровати, да? И муж, и жена, значит, спят на разных кроватях. Бывает, иногда они спят вместе, но можно ли спать вместе в этот период, когда у женщины менструация? Нельзя. Вы знаете, что даже у женщины вырабатывается менотоксин. Менотоксин, который является вредным для мужчины. И после того, как пройдет время нечистоты, окунание в микво. Вот здесь мы в время перерыва разобрались по вопросам микво. Ну, слово микво, видите, даже употребляется при сотворении мира. Когда все воды, да, собрались в один водоем. Бог сотворил небо и землю, да? На земле что было? Болото. Потом Бог собрал воды в одно место, да? Он что сделал? В я-ка-ву, он сказал. Я-ка-ву, ка-в направлении, да, соберутся. И это водоем, как было названо? Микво. Микво, да? Теперь вот различные слова, которые употребляются для ритуальной чистоты. Исход, например, 30-я глава, 18-й стих. Значит, написано. Ки-йор, нахэшет, ле, ле, ле рахца. Здесь без огласовок, поэтому я немножко затрудняюсь, а потом вспоминаю огласовки. Ле рахца. То есть для чего? Для омывания, да? Рахца – это омовение, когда говорится о медном умывальнике. Ки-йор в современном иврите – это что? Это миска. Миска и умывальник имел форму. Миска. Здесь не употреблено слово «микво». В числах 8-я глава, так? Значит, в этих тав, в этих тав халебим, в кавсу, в кавсу, в яхпар, элагем, так, аарон. Значит, тих тав – это, значит, корень хэт, грех. Они очистились от греха, так? Халебим, левиты, так. Дальше, кавсу вымыли, вымыли. И дальше очистил, покрыл. Значит, копор, корень, да? В их пар, элагим, элайхем, аарон. И очистил их аарон, да? В тагорам. Для очищения. Тагора, видите, тагор. Это мы уже корень разбирали, означает чистота. То есть, здесь слово «микво» опять не употребляется. Иезекииль, 16-я глава, 9-й стих, так? Вэ арахцам, арахцах, арахцах, я умою тебя, да, или омыл тебя. Бэ майем, ваден. Вэ ештах, значит, и смыл. Дмейха, и сквыл кровь твою. Захария, 13, дробь 1. Откроется источник. Вот здесь есть, значит, миквар. Миквар, как миква. Откроется нефтах. И откроется источник. Леха таат, то есть для очищения адриха. У-ле-ни-да. И для очищения чего? От-ни-да, о котором мы говорили, состояние. Значит, здесь похоже, что слово миква не употребляется. Я так сейчас размышлял. Возможно, это слово еще имеет арамейское большее значение, да? Поэтому евреи после второго храма, когда уже развилась вот эта фарисейская, да, вот эта система чистоты, нечистоты, рассуждения. Поэтому это создались и термины того времени. Но я думаю, что Ишуа тоже употреблял это. Но что касается Нового Завета греческого языка, я затрудняюсь сказать, потому что греческого языка я не знаю. Но так или иначе, твила – это полное погружение, да, и миква – это водоем, или сам обряд, да, погружение в микву, то есть в этот водоем. И это употребляется в еврейской традиции. Хорошо. Хорошо. У ребенка зачатого в чистоте и душа чище, и способности лучше, говорит еврейская традиция. Вы знаете, что если ребенок зачат в состоянии алкогольного опьянения, у него намного выше вероятность, что? Различных умственных расстройств, да? Если ребенок зачат и имеется какое-то заболевание, в особенности, допустим, гриб, свинка, краснуха, да, это очень вредно и в первые 3-4 месяца беременности. Если мать заболевает такими заболеваниями, это очень вредно для плода, так как может привести различным уродствам, да? Если ребенок зачат со святыми мыслями, со святой целью, и в святое время любой ребенок свят, вы знаете, даже если, прошу это, а родился ребенок вне брака, он тоже свят. Всякий ребенок свят, да? Но такие дети имеют определенные проблемы. И уже для того, чтобы нужно посвятить этого ребенка Господу, нужно молиться за него, да? И если возникают какие-то проблемы, вот, например, если берут из детского дома ребенка, и мы не знаем, он может быть был, где родители его были алкоголики или какие-то другие, несли на себе грехи, идет, вы помните, не наказание за грехи, да? Но какое-то, мы говорили, до третьего-четвертого колена, как говорят, посещение Господа, да? Какая-то зависимость или что-то может передаваться Господу, ребенку. Наследственное проклятие могут передаваться. Даже если ребенок родился в результате изнасилования, и женщины еврейские часто были изнасилованы, он святой? Он все равно святой, правда? Всякий ребенок святой. Но нужно за него молиться, и нужно решать эти проблемы, если они возникают. Души детей, считается, из-за традиции зачатой святости и чистоте, являются особо чистыми. До замужества невесте следует изучить законы чистоты с помощью замужней женщины, желательно приятельницы. Почему? Должна быть такая женщина, которая может ответить на различные интимные вопросы, да? И не будет при этом насмехаться, и не будет передавать другому. Еще раз говорю, в деле сексуального образования любая насмешка может вызвать потом непоправимые последствия. Это нужно делать серьезно, и нужно делать это будро, потому что мы святой народ, да? Мы царство святощено с учителей и святой народ. Хорошо. Теперь поговорим немножко об обрезании. Об обрезании. Так, я вам говорю, что в мику надо уже чисто окунаться, да? То есть это не есть омытие нечистое. Ты должен сначала принять ванну, а потом окунаться в мику. Вопросы обрезания. Ну, некоторые говорят, бойтесь обрезания, бройтесь псов и так далее. Доверят, вот как живы христиане, а вы обрезаетесь. Должны мессианские евреи обрезаться. Если они евреи, да, если они чувствуют свою связь с еврейством, я считаю, что они должны быть обрезаны. Вот, но из этого не надо делать какого-то супер-пупер культа, да, цели, самоцели и так далее. Во-первых, многие думают, что обрезание связано с законом Моисея. Мы знаем, что в законе Моисея подтверждается обрезание, да? Но вообще это не завет Моисея, а завет кого? Авраама. И называется брит-мила, да? Брит-мила, то есть завет слова. Мила – это слово. Завет слова. И это не означает, что человек, прошедший обрезание, он какую-то особую имеет, такой он уже спасенный там, я не знаю, а вот тот, кто не обрезался, тот не спасенный. Вовсе нет, да? Мы обрезаем ребенка, потому что так делал протест наш Павраам, потому что мы чувствуем свою, к этому, да, ну, как сказать, мы цепь, вот цепь поколений, да? И мы передаем это от поколения в поколение, потому что мы евреи. Я думаю, да. И с другой стороны, обрезание, как мы убедимся, с гигиенической точки зрения, полезно ли обрезание, оно полезно во всех отношениях, да? Обрезание делают кому? Мальчику. Так. Какой орган мы обрезаем? Крайнюю плоть. Откуда мы знаем, что обрезаем крайнюю плоть? Из какой? Из устной торы. Потому что в письменной торе написано «орла». А тот же орган «орла», оказывается, есть у растений. Потому что если мы обрываем цветы у растений, да? А цветы – это что? Это половые органы растений, да? Мы здесь говорим «крайней плоти», в повторе «орла» называется, «орла». Но мы знаем, что это крайняя плоть. Обрезает мальчиков, девочек, евреи не обрезают. Вот. И на какой день? На восьмой, да? И это знак завета. Завета Авраама. И к еще завету Авраама кто относится? Да, Исмаил и его потомки. То есть арабы, они тоже относятся к завету Авраама. А другие мусульмане, они приходят, да, как бы, через мусульманство, через ислам. К этому. Хорошо. И сказал Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои, после тебя роды их. Значит, не сказано, что только для потомков Якова, да? Для потомков Авраама. То есть, Исмаил, он тоже был обрезан, да, помните? А как вы думаете, другие дети Авраама, которые не учат, там, несколько детей, они были обрезаны? Я тоже думаю, что они были обрезаны. Хорошо. Обрезайте клареную плоть вашу, и еще будет знаменем, и это будет знаменем завета между мною и вами. Итак, что это? Знамение. Знак завета. Знак и не больше того, да? Но хорошо, если у нас есть такой знак, да? Вот. Если нет, то тоже проблемы большие нету. Вот. Восьми дней от рождения, да будет обрезан у вас в роды всякий младенец мужского пола. Бытие 17, дробь 9, 11. Итак, значит, обрезание – это очень важная такая хирургическая операция. Это, можно сказать, самая распространенная хирургическая операция среди евреев. Почему обрезание делается на восьмой день? Да. Во-первых, ребенок, естественно, в первые дни, он более болезненный, да? Но дело в том, что антитела, которые получает ребенок, он, они развиваются в организме ребенка, и он получает некоторые антитела от матери. Те антитела, которые он получает от матери, они уменьшаются или увеличивается их количество? Ну, максимальный, наверное, момент родов, да? Затем количество уменьшается. Потом уже остаются только какие антитела? Антитела самого ребенка, да? Ну, где-то с третьего-четвертого дня начинают антитела вырабатывать в печени самого ребенка. И этот тетр-антител увеличивается. И свертываемость крови максимальная, и количество антител максимальное именно на восьмой день. Некоторые обрезают, видите, в принципе, обрезание можно в каком возрасте делать? В любом, да? Авраам обрезался, да, и было в весьма преклонных годах, однако нормально все это перенес. Обрезание можно делать в любом возрасте. Ну, естественно, если есть какие-то противопоказания, например, нарушение свертываемости крови. Ну, вот, например, если бы хотел царевич Алексей обрезаться в последний сын Николая II, порекомендовали бы ему обрезание? Нет. Ну, сейчас он и еврей был. Хотя были и русские цари обрезаны. Петр III и Людовик XVI, французский король, тоже был обрезан. Они были обрезаны по медицинским показаниям. Делается каким? Как этот инструмент называется? Который делает брит, брит, ва, да? Видите, на восьмой день семь раз отмерь, а один раз отрежь. Как мы видим, это еврейская та же пословица. Первоначально это делалось с кремлевым ножом, потому что кремень на расколе, он очень острый. Вот мы сейчас живем в 21 веке, но самые тонкие операции, самые тонкие операции на мозге даже делают сейчас не стальными орудиями, а кремневыми сколами, маленькими пластинками кремния, которые закрепляются в этом инструменте. Это самое острое, самое острое орудие кремния. И кроме того, вы видите, кремень, в отличие от металла и других вещей, он меньше тканей травмирует. Вы когда-нибудь металл прикладывали к ране? К ране. Щиплет. В особенности серебро, там, медь и так далее, потому что образуется разность потенциалов. Кремня этого нет. Поэтому древние евреи какими делали? Кремневым обрезанием. И обрезание на восьмой день, там при этом очень мало рана. Правда? Ребенок этого не замечает. Если мы делаем обрезание в возрасте, оно называется это циркумфлексия, то есть окружение. По окружности мы обрезаем, по окружности. У ребенка небольшой половой член. Оттягивается крайняя плоть и обрезается. Но так как это называется гильотинное обрезание. Раз. Одним движением, легким движением руки, как говорится, и все. Ребенок превращается в еврея. Но были случаи, когда страдала головка полового члена. Поэтому евреи придумали такой инструмент в виде ласточкиного хвоста. Если вы посмотрите, так он называется, ласточкиный хвост, раздвоенный. Металлическая, в середине вот такое отверстие. И оттягивается, головка не проходит, да? А кожа проходит. И обрезается только то, что остается снаружи. Ну, если не сыр, товарищ. Может, кто не сыр, что позовет или плоскогубцы использовать при обрезании. Хорошо. Но это один из самых древнейших обрядов. Значит, по некоторым данным, еще в начале 20-го, еще уже 21-й век, в начале 20-го века было 200 миллионов обрезанных людей. Обряд этот известен в Древней Египте. И есть мумии, царей, и они были обрезаны. И обрезывались все кто? Обрезывались все два, две категории египтян. Цари и жрецы. Поэтому евреи обрезаются, как царственные, что? Священство, да. Для египтян, если кто-то не принадлежал к царскому роду, и не был священником, и его обрезывали, это считалось кощунством. Поэтому они так сильно не любили евреев. А как дочь Ворона узнала, что это еврейский мальчик? Да, у него же не было написано. Еврей, юдис. Там не было написано. Звезды желтые не было на корзинке, где его жили. Ну, обрезание. То есть, это делают цари и священники. И Пифагор, прибывший в Египет, чтобы изучить различные там вещи священнические, их знания, он тоже был вынужден обрезаться. Без этого он не был посвящен. Обрезание – довольно серьезная операция, поэтому ее предписывают только абсолютно здоровым мальчикам. Если возникают малейшие сомнения относительно состояния ребенка, эту процедуру откладывают. Потому что наши мудрецы говорят – жить в законе, но не умирать в нем. Если еврей остается необрезанным, он продолжает оставаться евреем? Да. Поэтому в реформированном иудаизме обрезание не является таким уже строгим и обязательным. Но хотя я говорю, что оно является желателем. В исламских странах, вы помните, когда был обрезан Измаил? Да, он на свою бармицу, да? Представляете, чтобы мы на бармицу обрезали мальчиков? Много бы не захотели быть евреем, правда? А в исламских странах на 7-10 лет обычно это считается нормой. Значит, быть обрезанным вовсе не означает быть религиозным человеком. Это не означает определенную принадлежность к вере. Это является только знаком, что мы являемся потомками Авраама. Хорошо. Как же это происходит? Имеется специальное кресло, да? Да? Помните? Кресло Ильи, на которое берет посаженный отец. Поэтому он и называется посаженный отец, что он посаженный. Причем мы говорили, что в евреи и Испании даже часто христиане участвуют в качестве посаженных таких отцов. Он берет ребенка на руки, да? И держит так, чтобы Маэль мог подойти и сделать соответствующую операцию. Значит, произносится определенное благосостояние. Затем Маэль делает быстро эту операцию. Раньше еще Маэль брал в рот кончик полового следа ребенка и облизывал его. Для чего это выделалось? Потому что в слюне человека есть, да, сворачивающая кровь. А собака так делает? И другие животные. Да, даже у нас инстинктивно. Ай, порезал. Да? И палец в рот. Но в настоящее время это не делают. Почему? Потому что есть определенные дезинфицирующие средства. То есть обрабатывает дезинфицирующими, ростодавляющими средствами. Иногда накладывает повязку, да? Легкую. Вот. Ребенок может... Еще традиция такая. Ребенку давали соску, да? Немножечко, несколько капель вина. Поэтому, не сподят, потому что евреи не алкоголики, но говорят, принятие вина в еврею начинается с 8-дневного возраста. Вот. Итак, значит, новорожденного берут в матери и вносят в мужскую половину. Все остаются словами благословен, ходящий. И мы встречаем Ешио-Мессию. Какими словами? Теми же словами. Баруха-Ба. Да. Баруха-Ба. Родственники и почетные гости передают ребенка из рук руки. Его берет на руки отец, который произносит принятую формулу о готовности совершить обрезание своему сыну в соответствии с предписаниями Господа. Мэл берет ребенка из рук отца, кладет его на подушечку, расположенную специально в высоком стуле, называемом Кисея Илья, то есть кресло или престол Ильи. И просит этого пророка, считающегося покровителем младенца, оказать ему содействие в совершении обрезания, снимает подушечку с ребенка стула. На Кисея Илья садится Сан-Жак. Это самое почетное лицо церемонии. Кстати, Сан-Жак, видите, я думаю, что слово сын же молдавское, да, что означает кровь, того же форма, того же корня. Сан-Жак или Сан-Дак, есть разные варианты произношения, держит ребенка, так, и второе благословение об обрезании произносит отец. Мэл в это время специальным скальпелем делает надрез и снимает крайнюю плоть и накладывает толпон для впитывания выступающей крови и делает перевязку. Мэл произносит благословение над бокалом вина, отпевает от него и оглашает имя мальчика. Потом Мэл передает бокал благословения Сан-Даку или Сан-Жаку, который отпевает, и сколько капель вина дает младенцу. И бокал благословения передают отцу, затем матери и возвращают ей ребенка. После чего честь Брила, Бритмила, да, устраивает банкет. Полезно ли обрезание с медицинской точки зрения, да? Вы знаете, во-первых, на сексуальную функцию отрицательно он никак не сказывается, а только положительно. Бывают некоторые случаи, когда обрезание необходимо по-медицинским. Если есть сужение, да, кожицы вот этой полового члена и в норме, в нормальной половом акте, должен быть раскрытый, да, и сама головка выдвигается, а сдвигается, этот вот кожица сдвигается назад. Вы знаете, да? Но также возникают еще такие вот вещи, когда между головкой и кожицей полового члена закапливается восковидное такое вещество, беловатого цвета. Мужчины, вы наблюдали это? Подмываетесь вы? При подмывании, если вы хотите, чтобы ваши жены были здоровы, и если вы не обрезаны, вы обязательно должны подмываться ежедневно, а можно и чаще. При этом должны кожу сдвинуть с головки полового члена и хорошо тщательно омыть. Потому что вот это восковидное виловатое вещество, называется смерма, оно крайне токсично для организма женщины и вызывает у нее различные онкологические заболевания. Если вы хотите, чтобы ваша жена раком болела и умерла раньше времени, то не соблюдайте правила гигиены. Вот у тех, которые обрезаны, что с ними? Таких проблем не возникает. Вот. Вы знаете, что когда жарко, когда вот в особенности жарко, в влажном климате, вот, необходимо даже специально солдаты, которые воюют, они обрабатывают обязательно промежный спирт. Специально на это выдают спирт. Не знаю, как русские солдаты поступают в таких условиях. Да. Опять-таки, да, может застаиваться, может быть запах мочи и так далее, вплоть до того, что возникают различные... Грибковые заболевания, это хорошо или нет? Нет. Человек, которого это уже обрезано, имеет такие проблемы? Не имеет такие проблемы. Следующее. Значит, часто бывает детская мастурбация или мастурбация в подростковом возрасте. Да? Когда мальчик, он каким-то путем различных движений раздражает головку полового члена и вызывает таким образом эрекцию и выделение семени. Так как я говорю, что мастурбация – это грех. Да? Но если ребенку сделали такую операцию, то у него склонность к мастурбации значительно ниже. Почему? Потому что кожица самой головки, она более грубая. И поэтому она не так подвержена механическим различным раздражениям, и у него не возникает необходимости в таком. Да? Вы понимаете. Это хорошо? А у взрослого мужчины, опять-таки, так как снижена чувствительность, то половой акт может продолжаться значительно больше времени, значительно дольше. Часто женщины страдают из-за того, что половой акт мужчины значительно короче того времени, что оно может получить удовольствие. Правда? Вот поэтому евреи являются лучшими любовниками. Да. Это хорошо и полезно, как мы видим. Что? Во всех отношениях, да? Да. И мужьями, и любовниками, и так далее. Я сейчас говорю, умиру, да? А в действительности, да, хорошо быть мужем, и когда вы получаете с женой действительно наслаждение. И вы и муж, и жена, и вы любите друг друга, и у вас при этом открываются очень широкие перспективы. Хорошо. Теперь, что касается выделения крови в первую брачную ночь, да? Вы знаете, что обычно у женщины имеется специальная девственная плева, такая пленка, да? Которая позволяет моче выходить из мочеполовых органов, но она прикрывает матку, чтобы в матку не заходила лишняя инфекция. И когда она во время полового акта разрушается, при этом возникает небольшая болезнь, хотя может и болезнь более сильная, зависит все, опять-таки, как мужчина себя ведет во время этого. Мы уже говорили с вами, так, да, дополнительные занятия, да? Что может предотвратить, когда надо всегда так делать, чтобы меньше травмировать, в особенности первую брачную ночь. Идет кровь, и эту кровь на простыне, там показывают всем родственникам. А может так, что не быть крови, и девушка была, да? Может, если у нее эластичная, вот, или не развита девственная плева, иногда бывает, девственная плева разрушается только в результате родов. И в таких случаях еврейские врачи дают специальное, как сказать, медицинское освидетельствование о том, что она действительно была девственницей, да? Такие проблемы тоже могут быть. Значит, это не обязательно, чтобы была кровь и так далее, но оно может быть. Если это кровь, если эта кровь появляется, вы понимаете, что к крови отношение, она становится такой же нечистой, как что при месячных, да? То есть, не должен, вот, в первую брачную дочь, как говорится, изнурять свою невесту. Если возникло вот это кровотечение, значит, мужчина должен прекратить половой акт, да? И в дальнейшем она нечиста, пока у нее, что? Не прекратится кровотечение. Затем они свою жизнь половую возобновляют и имеют Божье благословение. Хорошо. А если у женщины идет кровотечение, несмотря на то, что и месячные уже прошли, вот, то что она является? Она является нечистой, да? Является она также нечистой в течение определенного времени после родов. Во-первых, после родов травматичность значительно выше. И в матке, и в влагалище, и могут быть разрывы в влагалище. Значит, нужен более длительный период, да? И мы помним, что Тора предусматривает определенное время, когда не совершается половой акт после родов мальчиков, да? И после чего? И после девочки, да? И там мы смотрим две недели, четыре недели, там есть сроки определенные по Торе. Вот что интересно. Знаете, для чего это делается? Женщина, когда кормит грудью, она не беременеет. Так, по крайней мере, должно быть по физиологии. Потому что, когда у женщины созревает следующая яйцеклетка, она не рассасывается, она превращается в специальный гормон. Она превращается в желтое тело, так называемое. Это гормон желтого тела. Гормон желтого тела вырабатывается все то время, пока женщина кормит ребенка. Как только у нее прекращается молоко, да, то что с ней происходит? Она опять способна забеременеть, да? Поэтому еврейская традиция рекомендует кормить до какого возраста? До двух лет, да? И вот интересно, что после рождения девочки, вот это желтое тело, образуется позже, чем после рождения мальчика. И сроки образования этого желтого тела в точности совпадают с теми сроками нечистоты, которые предусмотрены торой. То есть, если даже женщина нету выделений, да, она родила, и мужчина с ней совершил половой акт, но не образовалось желтое тело, яйцеклетка не превратилась в желтое тело. Что с яйцеклеткой делается? Она оплодотворяется, да? И поэтому часто говорят, вот я рожаю, еще раз рожаю, еще раз рожаю. Но если мужчина воздержался вот это время, и уже желтое тело образовалось, это что? То все нормально. Тогда, в течение этого времени, значит, африканские женщины четыре года кормят грудью, еврейские женщины сколько? Два года. Постараюсь, чтобы в Датасе этот вопрос был, да? А японские женщины? Таким образом, ну, дойдем как-нибудь до японских, я посмотрю по интернету, вам точно скажу. Таким образом, что мы видим? Что Бог в самой Торе, да, предусматривает предохранение женщины от излишней частой беременности. И если вы точно поступаете по закону Торы, ну, к сожалению, я вам скажу, что сейчас в связи, опять-таки, с нашей общей экологической обстановкой, и всем, что люди часто получают гормональные препараты, вы можете не есть гормональные препараты, но если вы съели кусок колбасы или курицы, или какой-то соевый, я вам рассказывал, что соя нарушает цикл плодовитости, да? Все продукты сои, они тоже здесь вот отрицательны. А у нас эту сою буквально ложат во все попало. То, естественно, мы уже так не получаем такой вот чистый эффект. И тогда получается, что женщина беременеет раз в сколько лет? Ну, два года плюс девять месяцев примерно раз в три года, да? И это нормально? Да. И это нормально. Поэтому я говорю, частые беременности являются противопоказанными. Хорошо. Теперь мы поговорим о запрещенных сексуальных отношениях. Мы уже говорили о блуде и прелюбодеянии. Так, на то есть вопрос, чем прелюбодеяние и блуд отличаются? Прелюбодеяние, если один из партнеров, да, находится в супружеских отношениях, да, и совершает половой акт или активную близость с другим человеком, да? Если же они оба свободны, то это что? Блуд. Хорошо. И то плохо, да? И то плохо. Но прелюбодеяние хуже. Потому что блуд потом, может еще человек жениться, да? И обязан поторить, если он случайно это совершил. Да, а прелюбодеяние это грех к смерти. Вот, хорошо. Итак, значит, прелюбодеяние это сексуальные отношения с чужой женой или с чужим мужем. Это первое запрещенное сексуальное отношение. Значит, левитам 20, дробь 10. Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женой ближнего своего, что будут? Да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Когда привели женщину и сказали, что ее нужно побить камнями, какой вопрос может быть первым? А где второй человек, да? И второй вопрос, который бы я задал на месте Ешева, а где свидетели? Кто свидетели, да? Должно быть два свидетеля. Вы сами понимаете, что это должно примерно так быть. Вот они прелюбодействуют. Подходит кто-то и говорит, ты знаешь, что прелюбодействовать грех? Он говорит, знаю. Но я все равно это буду делать, да? Тогда он идет к своему соседу, стучится, берет этого соседа, опять приходит к нему, и они уже вдвоем смотрят, убеждаются, что те продолжают прелюбодействовать, возвращаются, идут с инедрион. Вы сами понимаете, что такие ситуации крайне редко возникают, да? Вот, да. Поэтому, в принципе, редкие такие случаи были, когда они наказывались таким образом. Но в тех случаях, когда доказательств нет, вы помните, проводилось специальное испытание, да? Сота называлась. Сота – это не сотовый мед, да? А сота – это неверная жена. Буквально глупая, потому что сатан, он тоже глупый. И тогда делалось испытание. Помните, женщина выпивала, да? Из Божьего имени, которое смывалось. Значит, для того, чтобы какое-то существовать, тест нужно было смыть Божье имя, что само по себе являлось кощунством, да? Если она выпивала, то с ней происходили определенные вещи. Да, говорят, был такой случай, что одна женщина вместо себя взяла свою сестру-близнеца, которая не преподействовала. И та выпила это. А потом они пришли, та и рассказала, что со мной вот ничего не было, они обрадовались, обнялись, поцеловались. И как только поцеловала неверная жена свою сестру-губы, как сразу где-то в живот распух, и все. Но для мужчины это тоже серьезный тест, потому что лучше примириться с женой, да? Если ты тем более не знаешь, чем допускать такую вещь, когда имя Божье будет смыто. То есть, наказание за прелюбодеяние, в любом случае, по Торе, это что? Смерть, да? Мы не говорим сейчас об изнасиловании. Значит, внебрачные отношения до брака – это блуд. Вот. И здесь другое. Значит, если молодая девица обручена мужу, и кто-то встретится с нею, вот то что? А Траковицу и этого побейте до смерти, потому что она не кричала в городе, а мужчину за то, что опорочил жену ближнего своего. Истреби зло из среды себя. Это второзаконие 22, глава, дробь 23, 24. Но если девушка не обрученная, видите, обрученная, она уже все равно является как законная жена. То второзаконие 22, дробь 28, 29. Если кто-нибудь встретится с девицей не обрученную и схватит ее, и ляжет с леей, и застанет их, то, лежавший с ней, должен дать отцу Траковицы 50 стеклей серебра, а она пусть будет ему женой, потому что он опорочил ее, и во всю жизнь свою он не может развестись с ней. Здесь более мягкие, да? Вот. Ну, если хочешь, чтобы тебя побили камнями, значит, женись, да? Женись. Хорошо. У молдаван существовал обычай, либо он женился, либо ему отрезали половые органы. Это было более жестокое, конечно. Альтернатива. Вы сами понимаете, всему есть альтернатива. Да. Поэтому мы видим, что если отношения были с девушкой, которая была обрученна, это случилось то же самое, как если бы она была жената. Теперь, если изнасилование. Третий, значит, вид, это изнасилование. Если кто в поле встретится со Траковицей обрученной и схватив ее, ляжет с нею, то должно предать смерти только мужчину, лежавшую с ней, а Траковицей ничего не делает. На Траковице нет преступления смертного. Ибо это тоже, как если бы кто восстал на ближнего своего и убил его. Ну, вы понимаете, принудить к насилию можно двумя способами. Либо прямым физическим, да? Либо моральным способом. Бывают такие случаи. Шантаж. Или когда начальник там приказывает и так далее. Если она не может в таком положении, что она не может избежать этого, и вынуждена путем манипуляции, путем обмана, да? То это тоже изъявляется, как изнасилование. В данном случае, здесь, видите, имеется не закон, как в самом по себе, а по аналогии, по прецеденту. Вот если кричала, не кричала. Может, она и не кричала. Но у нее не было другого выхода, да? Значит, имелось в виду, было это совершенно по доброй воле с ее стороны, или это было что? Явно воздействие. Скажите, а проститутку можно изнасиловать? А то некоторые говорят, что нельзя. Видите, если она проститутка. Пусть она даже проститутка будет, ее все равно изнасиловать нельзя. Ни в коем случае. Изнасилование есть не изнасилование. Женщина проститутка, она отдаётся за деньги мужчине. Её изнасиловали. Некоторые говорят, ну раз она проститутка, то можно мужчине статью не клеить. Это независимо от того, над кем совершенную насилие, да? Вы понимаете, насилие есть насилие. Хорошо. Ещё какие запрещённые сексуальные отношения? С ангелами. Когда люди начали умножаться на земле, родились у них дочери, и сыны Божьи увидели дочерей социологических, что они красивы. Там сказано, сыны Божьи, бней элагим. Бней элагим – это может быть сыны Божьи, это может быть ангелы, это может быть сыны сильных. Помните, я вам про 7-метровых людей рассказывал? Мы не знаем это. И брали их себе жёны, какую кто избрал. И тогда Господь что сделал? Наказал землю, да? То есть, с ангелами нельзя. Бывают случаи сексуальных отношений с ангелами? Бывают. Эти случаи называются инкубы и суккубы, да? И бывают часто такие вот женщины, которые вроде уж умер, и некто приходит и совершают половые отношения. И она для этого нравится. Значит, умерший муж не может прийти никаким способом. Вы сами понимаете. Потому что я верю тому, что написано в Библии, что между умершими и между этим миром заключена стена. И умерший никаким образом не может ни приходить, ни давать советы своим родственникам. А кто это делал, занимается? Бесы под видом умершего, да? Различные бесы. Ну, естественно, сам сатана, но вряд ли он там все вездесущий. Но есть определенные бесы, которые имеют ангелы, духи, которые имеют плоть. Авраам кушал с ангелами. Значит, они ели? Ели. Хорошо. Так значит, инкубы и суккубы. Значит, с ангелами запрещено. С животными. Кто сместится с скотиной, того предать смерти, а скотину убить. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с ней, то убей и женщину, и скотину. Да будут они преданы смерти, и кровь их на них. В медицинской практике у меня были такие случаи, в общем, когда... Вы знаете, что я когда психиатром работал, у меня были разные психиатрические проблемы и так далее. Кроме того, я был тесно связан с судебными органами. Я часто выезжал на экспертизы разные. И вот были две девочки, по-моему, 13 лет и 12 лет, и они спаривались с крупной собакой. Отец что-то узнал это, по-моему, убил собаку и их убил. Вот. А потом было тоже судебное разбирательство. То есть могут как мужчины, так и женщины совершать с животными половыми актами. И это что торой? Запрещено, да? В римские легионеры часто совершали половые акт с овцами. И даже был такой закон, запрещаясь продавать скот, евреи запрещалось продавать скот для римлян и для греков. Потому что у них были наблюдались такие вещи. Значит, следующий. Гомосексуализм. Гомосексуализм. Да, фу, это тяжелые вещи. Но они встречаются? Встречаются. Тот, кто ляжет с мужчины, как с женщины, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них. Правда, гомосексуалисты трактуют это по-другому. Если ты ляжешь с мужчиной, как с женщиной, то плохо. А если с мужчиной, как с мужчиной, то это хорошо. Но это их лоха. Здесь четко сказано, да? Хорошо. А если женщина с женщиной? Это по Писанию, Левит 20 глава, 13 стих. А если женщина с женщиной? Тоже плохо. Потому что об этом говорит Новый Завет. Римлянам, первая глава, да, помните? С 22 стиха и далее. Что и женщины тоже забыли свое естество. Видимо, во времена, когда писалось о Торо, больше это было характерно для мужчин. Но когда уже во времена Ишо, распущенность стала больше, да? И поэтому стало более и для женщины. Хорошо. Дальше. Следующий запрет. С родственниками. С родственниками. Есть определенные категории родства. Это близкие родственники, да? Отец, мать, брат, сестра. А если кто-то их замещает, допустим, он неродной, а мачеха тоже нельзя, да? Помните? И в Новом Завете это подтверждалось, да? Отца. Да. Итак, значит, Торо законе 22.30. Никто не должен брать жены отца своего и открывать край одежды отца своего. То есть, не жена отца, это что? Это мачеха, да? Не мачеха. Угу. 22.30. Значит, есть с двоюродными сестрами разные мнения по этому поводу. Я считаю, что они рекомендуются где-то до третьего. До третьего рода родства. Вот. Но иногда некоторые динаминации разрешают. Некоторые динаминации разрешают. Следующая, значит, жена сына, то есть невестка. Если кто ляжет с невесткой своей, то оба они добудут преданной смерти. Мерзость сделали, а не кровь их на их. Кто совершил предлебодеяние с невесткой? Иуда. У Иуды была жена, да? И он пошел искать проститутку. И оказалось, это его родная невестка. А в некоторых селах, причем в России, да, даже было распространено такое снохачество. То есть отец имел право со своей невесткой. Если сын куда-то уезжал, допустим, в армию уходил или на какие-то заработки. И это, считаю, это совершали христиане. Причем даже иногда были такие ставроверы, которые считали это вполне нормальным. Что они не считали Тору, я не знаю. Вот. Дальше. Значит. Если кто возьмет в себе жену и мать ее, это беззаконие. На огне должно было сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами. Это может так тоже, когда женится на женя, потом ложится с тещей, такие вот случаи тоже бывали. Но здесь еще говорится о чем. Мог быть две жены, мог иметь. А он брал жены одновременно, двух. Да? И женщину, и мать ее. И в любом случае это что? Это беззаконие. Да? Это беззаконие. И нужно сжечь их на огне. Даже не побить камнями, а более еще суровое. Побить камнями это еще сравнительно не сильно тяжелое было наказание. Потому что обычно это делалось так. Сбрасывали с какой-то скалы. Помните, Ешева хотели тоже сбросить. Да? И если человек еще шевелился, его добивали камнями. Вот. Ну, обычно это старалось делаться с максимально щадящим способом. Но жить человеку максимально щадящим способом не удастся. Правда? Хорошо. Дальше. Сестрой как родной, так и сводной. Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего, или дочь матери своей, и увидит наготу ее, и она увидит наготу ее, это срам, да будут они истреблены перед глазами сынов народа своего. Он открыл наготу сестры своей, и грех свой понесет он. То есть, это что? Тоже грех, да? Если даже сводная сестра. Авраам женился на своей сводной сестре. Это был грех? А в тот момент это не было грехом. Нет закона, нет наказания за грех, да? Я не знаю, как Бог там с Авраамом разбирался, это его личное дело было. Но, по крайней мере, не сказано, что Авраам за это упрекает, да? Сара, она стала родоначальницей всех евреев. Но позднее, видимо, генетические какие-то проблемы стали еще более жесточенными. Поэтому не только родная сестра, патцу и матери, но и сводная сестра запрещены. Вы знаете, что Адольф Илайзович Гитлер, да? Он свою сводную сестру Гелю изнасиловал. И она была замужем за евреем Реубаль по фамилии. И родился Лео Реубаль, сын Гитлера. Гитлер своего сына любил, как неудивительно. А Геля покончила жизнь самоубийством. Не выдержу такого. Помните, когда обменивали сына Якова? Пытались, вернее, обменять не на маршала Паулюса, да? На кого? На Лео Реубаль. То есть сына Сталина, на кого? На сына Гитлера. Но такой обмен не состоялся. Лео Реубаль потом был в плену. После войны он вернулся в Германию. И, по-моему, там жил под чужим именем. Он уже дописал мемуары, как сын Гитлера. Можете потом почитать. Если в интернете найдете. Была проблема у Сталина. Удивительно, что у Гитлера и Сталина какие-то странные были проблемы. Если вы помните, у Сталина был друг Аллилуев. И когда этот друг был в ссылке, значит, Сталин сошелся с его женой. И в результате, когда Аллилуев уже вернулся, родилась Надя Аллилуева. Никто не знает точно, была ли Надя Аллилуева дочерью Аллилуева или Сталина. Но, значит, вы помните, что Надя Аллилуева стала женой Сталина. И затем покончила жизнь с самоубийством. Возможно, потому что она узнала, что она его дочь. В результате этого брака родилась Светлана Аллилуева. Знаменитая, да? Вот мы видим вот этих великих людей, которые допускали такие вещи, что и у Гитлера, и у Сталина даже чем-то были похожи судьбы. Ужасные вещи могут твориться. Светлана Аллилуева, она его и дочь, и внучка одновременно. Потому что Сталин женился на своей дочери. Вот такая проблема возникает. Итак, если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей, и увидит Наготуеву, и она увидит Наготуева, это срам. Да будут они истреблены перед глазами сынов. И так далее. «Проклят, кто ляжет с сестрой своей, дочерью отца своего или дочерью матери своей, и весь народ скажет Аминь». Это Левит 20, дробь 17, первая цитата, и Второзаконие 27, дробь 22. Теперь, если с тетей, с тетей или с женой брата. Ну, жена брата вроде бы не родная по крови, да? Значит, если кто ляжет с теткой своей, тот открыл Наготу дяди своего, грех свой понесут они, бездетными умрут. Левит 20, дробь 20. «С женой брата, Левит 20, дробь 21, если кто возьмет жену брата своего, это гнусно. Он открыл Наготу брата своего, бездетными будут они». То есть, интересно, здесь не указывалось наказание, что они будут побиты камнями и так далее, но сказано, что они умрут бездетными. А если все-таки ребенок родился? Все хорошо? Все нехорошо. Тогда ребенок считается, он исключен из общества Израиля. Таким образом, в любом случае получается, что они будут что-то бездетными. Поэтому есть такое понятие мамзер. Мамзер, да? Мамзер от слова «зара». Зара – это как бы чужая. Это женщина, которая занимается вот такими, проститутка и так далее, да? Публичная женщина. А мамзер – это как бы сын блудницы, сын вот этой Зары. Вот. И кто является незаконнорожденным? Видите, христианская традиция, незаконнорожденный – тот, кто родился, да? В результате, да. Тот, кто родился без брака, да? Ну, вот, женщина незамужняя родила. И он считается незаконнорожденным. Если женщина незамужняя родила еврейка, считается ее ребенок незаконнорожденным? Хм? Если женщина была изнасилована, не является, он является полноценным, он является полноценным членом общества Израиля. Всякие проблемы возникают у евреев. А если мы сожительство имеем и всякие прочие, то такую женщину надо побить камнями еще до того, как она родит ребенка, да? Вы понимаете. Ну, вот ребенок, родившийся в результате вот таких вот прелюбодеяний и других вещей, он что является? Мамзером. Он не может быть членом общества Израиля. Да? Хорошо. Так. Заповедь о прелюбодеянии, не прелюботействе. Это седьмая из десяти заповедей. И Танак считает прелюбодеяние предательством по отношению не только к супругу, но и к Богу. И вы знаете, что часто прелюбодеянием называется что? То, что народ Израиля, да, не выполнял заповеди Бога или служил другим богам. Значит, в случае прелюбодеяния, если женщина, если женщина была доказана, она должна была побита камнями. Но были времена, когда Израиль находился под властью других народов, да, и не мог осуществлять определенные вещи. Например, в Римской империи, вы знаете, казнить, решение казнить или не казнить, Синедрен не имел права принимать. Поэтому, даже если Синедрен принял решение казнить Ишуа, было ли это правомощным? Не было правомощным. Сами же заявляют, что нам запрещено, да, решать вердикт. Поэтому применялись и какие-то другие, ну, в частности, позор и так далее. Вот. Итак, во времена Христа ограничивались наказанием плетью или виновную привязывали голой к позорному столбу. Вот поэтому вопрос о женщине, взятой прелюбодеянии, был крайне провокационным. Если бы Ишуа сказал, что не побить ее камнями, он бы сказал нарушение Торы. Если бы он сказал побить ее камнями, тут бы было бы нарушено законы Римской империи. Ну, он правильно сказал, что в данном случае вопрос не в этом, а совсем другой. Вы сами понимаете, да? Сколько нужно программистов, чтобы закрутить одну лампочку? Задача не имеет решения, так как находится не в области программного, а технического обеспечения. Правда? Вот так Ишуа примерно и ответил им. Вот. Эта практика применялась во времена Толмуда. Причем к столбу привязывали также и любовника, но женщины не раздевали догола, ограничиваясь иногда тем, что ей остригали волосы. Это привлекало меньше любопытных мужских взглядов. Если муж обнаружил неверность жены, и он не мог ее доказать, он должен был прекратить все отношения с неверной женой и развестись с ней. По закону она иногда могла соединиться брачными усами с любовниками. Но это был закон какой? Устный. Устный закон. Такой запрет был внесен в законодательство Третьей Республики, когда по предложению адвоката на Ке, еврея по происхождению, во Франции был разрешен развод. И запрет был отменен лишь в 1904 году, а в Бельгии еще позже. Третья Республика во Франции когда была? С 1871 года, когда была свернута власть Наполеона III после знаменитых событий Карийской коммуны. Да? В 1875. Да, в 1870 и в 1871 году. И закон был отменен только в 1904 году, а в Бельгии еще позже. Неверная жена, чтобы избежать наказания, могла заявить, что ее изнасиловали. Но мы говорим, что эта отговорка была приемлема лишь только в определенных местах. То есть, вот такие были законы по отношению к жены. И что говорит медицина? Даже медицина говорит, что секс вне брака опасен для жизни. С таким докладом на тему это выступил британский кардиолог Грэм Джексон. В результате его исследований, которые он проводил в больнице, в Лондоне супружеские пары меньше всего рискуют получить осложнение на сердце во времени занятий любовью. Напротив, 75% случаев, когда у человека в постели останавливалось сердце, было зафиксировано во время небрачных связей. Я говорю, что я в своей медицинской практике один такой случай наблюдал. Особенно часто инфаркты случаются с небрачными партнерами, у которых наблюдается существенная разница в возрасте. Хорошо. Евреи и проституция. Разрешали ли проституцию Тора? Видите, Тора она не разрешала, но, в принципе, и не запрещала. Только если дочь Кагена становилась проституткой, тогда нужно было что ее? Побить камнями. Побить камнями. Евреям запрещалось иметь дело, как прелюбодеяние со другими женщинами, то есть счастливее проститутками. Но нету против официальной проституции вообще закона. Это, опять-таки, женщина, которая занималась проституцией, она могла покаяться, и она что могла? Выйти замуж. Женщина, которая занималась прелюбодеянием, да, изменяла своему мужу, она что? Должна была побита быть камнями. Должна была побита быть камнями. Видите, потому что Бог, Он понимает, что люди живут где? В реальном мире, да? И что Он приходил к проституткам. Вот, удивительно, у Маше получили подробный инструктаж. Два разведчика. Маше говорит, точно, пойдите, высмотрите, где у них там казармы, где у них там конюшни, где у них там какие ворота, что? Они как ворота побежали. Сразу куда побежали? Да, кубличные женщины есть. Они получили оттуда все данные, которые хотели, а потом она их спасла. И вот эта женщина, она стала, видите, даже до начальницы рода, из которого прошел еще Мессия. Как ее звали? Рав. Слово Рав означает ненасытная, голодная. 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 Рав голодная, ненасытная. То есть, Бог, Он защищает. Он защищает женщину. Если у нее не было никаких, как говорится, возможностей дорабатывать деньги, и не было мужа, и не было это, то она не могла быть побита огнями, да? Но если вынуждал к связям пленницу или рабыню мужчина, он мог так просто, как у нас там существует, право первой брачной ночи, или брать себе крепостных крестьянок, да? Он должен был опять определенные вещи решать. Либо она должна была стать ему женой или наложницей по закону, либо он должен был определенный ей дать вознаграждение и отпустить на свободу, да? То есть, женщины были защищены торой. Такого в то время вообще не было ни одного государства, ни одного народа мира. Можете себе представить, правда? Вот. Но гомосексуализм – это категорически зло. И здесь говорится, что не поступайте, по экрану 1830, по обычаям земли египетской, в которой вы жили, не поступайте и по обычаям земли хананской, куда веду вас. То есть, что же делали в этих странах, в Египте и в Ханане? Был гомосексуализм, да. Вы знаете, как действуют гомосексуалисты? Они манипулируют людьми. Сначала говорят, вот вы преследуете нас, мы же тоже люди, мы такие хорошие, да? Потом добывается законодательство разрешения гомосексуализма, а потом они говорят, что вот мы такие, как вы можете хоть слово сказать против нас, да? Они буквально манипулируют сознаниями масс. И я как-то беру, значит, я люблю скачивать мультики разные, просматриваю мультик, что-то там написано, дак по-английски, а не сильно, ну, дак, думаю, утка, да? Утиные истории, ну, значит, надо детям скачать. Считая аннотацию, там, значит, похождения, среди с ним гомосексуалистов. Мультик для маленьких детей. Вот так они воспитываются в будущем. Вы понимаете, бывает гомосексуализм, мы уже говорили, который связан с определенными генетическими вещами, такие вещи надо что делать? Лечить, да? Лечить, компенсируя гормонами. А в большей части гомосексуализм с чем связан? С духовными вещами, да? И это определенный дух действует. Хорошо. А если к вам в церковь придут гомосексуалисты, что вы будете делать? Ну, если они будут себя вести прилично, да? Пусть приходят, пусть слушают проповедь. Потому что у них тоже, они тоже нуждаются, даже больше нуждаются, чем кто-то другой, правда? Вот. Но ни в коем случае, что люди не должны думать, что эти гомосексуалисты являются членами церкви. Вот поэтому существует членство в церкви, да? Приходить в церковь могут все. Но только членами церкви должны быть определенные люди, которые определенные правила церкви соблюждают, рожденные свыше, приняли водное погружение, да? И если такой человек совершает определенный грех, он должен быть что из церкви? Изнан, да? Если он покается и больше совершать такого греха не будет, да? Ну, вопрос восстановления в лидерах церкви, тут уже более серьезный вопрос. Лесбиянство. Значит, о лесбиянстве, мы говорили, говорится в Новом Завете. В Новом Завете это первая глава Римлянам с 21 по 32 стих. Еще где говорится об этом 1 Коринфянам 6, 9. «Или не знаете, что неправедное царство Божие не наследует, не обманывайтесь ни блудники, ни илослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники». Мужеложники – это кто? Мужчины-хомосексуалисты. А малакии – это кто? Лесбиянки. Потому что по-гречески слово «малакион» – дружочек, так называли своих активных партнеров – женщины-лесбиянки. Так, хорошо. Ну, я думаю, да. Значит, я думаю, на этом мы закончим.